Сборная Австралии зависела от игры Дании и Франции, но ей самой необходимо было сперва выиграть у Перу и как можно крупнее. Но случилось наоборот, Перу выиграла 2-0. Счет открыл Карильо из Уотфорда после роскошного паса Герреро. Андрея забивал последний раз за сборную еще перед стартом чемпионата мира Саудовской Аравии, тогда перуанцы выиграли 3-0. А вот во втором тайме с Австралии забил и сам капитан, герой игры Паоло Герреро из Фламенго. Он Аравии забил дважды и по его словам Перу заслужило выход в плей-офф. Возможно, но очков им не хватило. Фарфан в этой игре не смог сыграть, перуанцы теперь устроят пир, ведь впервые за 36 лет забили на чемпионате мира гол и впервые за 40 лет эта сборная выиграла на чемпионате мира. Исторический момент и они отправляются домой в приподнятом настроении. Надо отметить и еще один исторический момент. Обслуживала игру русская бригада арбитров с Карасевым и они впервые работали на чемпионате мира в своей карьере. Игроки сборной Франции недовольны критикой в свой адрес, но после сегодняшней игры с Данией их французская пресса должна и вовсе разнести в пух и прах. Обе сборные в этом матче устраивала ничья и если она нужна, ее очень легко оказывается можно оформить, просто нужно не создавать моменты. Чем ближе третий тур, тем больше команды думают какое место повыгоднее занять и от этого футбол становится скучнее. Болельщики это сразу раскусили и освистывали и Францию и Данию. И так мы имеем первую на чемпионате мира без голевую ничью. Если в этот матч не смотрели, то ничего не потеряли. Оба тренера после игры признались, что не хотели рисковать. А Оги Хоррейда и вовсе сказал, что его сборная Дании играла именно на этот результат. Таблица. Франция первая 7 очков. Всего забито французами 3 и пропущен 1 гол. Вторая Дания 5 очков. 2 забито и 1 пропущен. Обе сборные выходят в плей-офф. Через пару минут узнаем, с кем они сыграют в 1-8 и когда. Перу набирает исторически 3 очка. А сборная Австралии сыграла в группе лишь один раз в ничью, набрала очко и отправляется домой так же, как и Перу. Кстати, сборная Австралии не может выиграть уже 6 матчей подряд на чемпионатах мира. Далее в группе Ди сыграли Нигерия и Аргентина. Аргентинцы тоже зависели от параллельной игры Исландии и Хорватии. Но, во-первых, им нужно было самим обыгрывать Нигерию в Питере, а по ощущениям, как будто играли в Буэнос-Айресе. В 2017 году в товарищеской игре, и многие это помнят, в Краснодаре Нигерия обыграла Аргентину 4-2. А вообще, за последние 4 встречи в матчах этих сборных забиваются стабильно более 4 мячей. Аргентине критика после последней игры пошла на пользу. Лео Месси забил в первом тайме этого первый гол на чемпионате. И отмечаем в этом эпизоде прекрасную длинную передачу Бонеги. И этот гол стал сотым на чемпионате мира. Нигерия не наиграла в первом тайме даже и на полгола. Но во втором тайме был назначен пенальти. Был он или нет, на мой взгляд, 50 на 50 и на усмотрение арбитра. И он его назначил, а Мозес показал, как нужно забивать. И этот гол окрылил Нигерию и перевернул все с ног на голову. Турецкий арбитр в другом эпизоде с назначением пенальти простил Аргентину. А Роха из МЮ на последних минутах подарил ей путевку в 1-8. Чуть не случилась мега сенсация. Исландия в Ростове играла с Хорватией. Шашечные уже в плей-офф и поэтому вышли на игру почти во втором составе. Напомню, что именно эти команды играли в одной группе в отборе к чемпионату мира. Один раз выиграла Хорватию вся дома и один раз выиграла Исландия. Исландцы до этого 6 матчей не могли выиграть к ряду. И чтобы выйти в плей-офф им нужно было обыгрывать лидера группы. Но они не смогли сделать это и в седьмой раз. Хорват, Милан, Бадель вовсе не из Милана, а из Ферентины автор первого гола. Вот забил за исландцев и Гильфи Сигурдсен из Эвертона. А также в конце Перишич из Интера приносит Хорватам 3 очка. Да, матчи последнего тура проходят в одно время, что для болельщиков не очень удобно. Итак, в таблице у Хорватии 9 очков. И она становится второй сборной на ряду с Ругваем. Кто взял максимум очков в группе, друзья? 7 забито и 1 пропущен мяч. У Аргентины 4 очка, 3 забито и 5 пропущено. И они в плей-офф. У Нигири 3 и Усландии 1. Эти сборные вылетают. Таким образом, в 1-8 сыграет, мы уже знаем про результаты группы A и B. Россия, Испания 1 июля. Португалия, Уругвай 30 июня. В этот же день Франция, Аргентина. Это жесть. И 1 июля Дания играет с Хорватией. Заглянем еще к Галеодорам и узнаем расписание на завтра. У Кейна 5 голов. У Лукако и Роналду по 4. У Косты и Черышева по 3. Ну и лучшие ассистенты турнира. У Головина 3 голевых паса. У Кентера, Трипьера, Зобнина, Санчеса и Родригеса по 2 голевых паса. 27 июня в группе И в 17.00 сыграет Корея Германия и Мексика Швеция. И в группе И пройдут также 2 встречи, но в 21.00. Сербия-Бразилия и Швейцария-Коста-Рика. И самое интересное. И вполне возможно, что в 1.8 сыграет Германия и Бразилия. Но про это уже узнаем завтра. Приблизительно в это же время. Смотрите ролик «Неудачники отбора». Не грустите. Услышимся в следующий раз.